Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости за эту неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области прозвучали последние звонки для выпускников. О самых важных социальных темах города за 41 минуту. Именно столько длился отчет главы Самары Елены Лапушкиной перед депутатами городской думы о работе мэрии в 2020 году. Так, муниципальная казна в сравнении с прошлым годом увеличила налоговые и неналоговые доходы на 55 миллионов рублей. Благодаря поддержке областного правительства безвозмездные поступления выросли на 13%. Доходы бюджета за год увеличились на 6% и превысили отметку в 30 миллиардов рублей. Средства пошли на образование, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную политику и культуру. В минувшем году город участвовал в реализации восьми национальных проектов. В рамках нацпроекта «Демография» ясельными местами в Самаре обеспечили 4965 детей. Ввели в эксплуатацию два новых детских сада на 455 мест, из них 135 ясельных. По нацпроекту «Жилье» и «Городская среда» из аварийного фонда переселили 497 семей. Это на 173 семьи больше, чем годом ранее. По программам формирования комфортной городской среды, «Литвой конструктор двора» и губернаторскому проекту «Содействие» в Самаре благоустроили 261 двор. На ремонт самарских дорог по соответствующему нацпроекту выделили 1 миллиард 245 миллионов рублей, что позволило отремонтировать более 54 километров асфальтового покрытия. На территории города также появилось 7 новых спортивных объектов, а 4 музыкальным школам доставили инструменты. Общий объем финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса превысил 168 миллионов рублей. Несмотря на трудности, Самара по итогам истекшего года успешно справилась с поставленными задачами, удалось выполнить намеченные планы по строительству и реконструкции важнейших объектов в социальной и коммунальной сфере, достичь целевых показателей национальных и региональных проектов. В Самаре соединят старую и новую набережные. Варианты строительства пятой очереди глава Самары Елена Лапушкина уже обсудила с архитекторами, строителями и представителями промышленных предприятий. Новый участок будет располагаться на отрезке от улицы Вилоновской до Маяковского. Подробности расскажет мэри Елчан. В Самарскую набережную ждут глобальные изменения. О необходимости строительства эстакады, которая соединит отрезок от Вилоновского до Маяковского спусков, говорилось в послании губернатора Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам губернской думы. Проработает давно назревший вопрос о строительстве эстакады. Нам нужно соединить набережные, чтобы они были непрерывными в Самаре. Елена Лапушкина отметила важность решения Дмитрия Азарова об объединении старой и новой набережных. Она подчеркнула, что в этом вопросе город не будет стоять в стороне. Совместно с архитекторами, силовыми и профильными ведомствами глава выехала на место строительства, чтобы детально проработать проект. Есть определенные концепции развития этой территории. Сегодня эту концепцию мы озвучили всем заинтересованным лицам и дали в работу, чтобы люди сформулировали свои предложения, свою проблематику, с которой мы можем в дальнейшем столкнуться. Совместными усилиями, наверное, у нас и получится разработать проект, который удовлетворит и пользователей, и собственник, ну и, конечно, жители города, которые будут получать удовольствие от этой территории в дальнейшем. Сейчас подготовлен проект технического задания на разработку строительной документации и разработана концепция с учетом уменьшения финансовой нагрузки на объект. На сегодняшний день мы вплотную подошли уже к разработке градостроительной проектной документации, которая ложится в основу, собственно, и будущих строительно-монтажных работ по возведению данного инженерного объекта. Но уже сегодня необходимо понимание того, что это сооружение должно быть полноценным во всех смыслах. Это не должно быть пустым променадом. Это должно быть полноценная общественная территория, которая должна функционировать во все времена года. Жители города решения властей реконструировать набережную воспринялись с энтузиазмом. Ведь таким образом прогулочная часть вдоль Волги станет неразрывной. Неудобно, что она прерывается, а вот так было бы очень даже удобно. Одна единая общая прогулочная зона. Очень хорошо. Будет очень удобно для людей и, наверное, велосипедистов тоже. Конечно, хотелось бы, чтобы можно было эту красивую набережную пройти от одной до другой. Было бы супер. Проект будет включать в себя и строительство новых детских и спортивных площадок, точек общепита, а также сохранение уже существующей инфраструктуры. В Самаре продолжается подготовка к будущему отопительному сезону. В связи с ремонтными работами в городе планируют перекрыть движение на нескольких улицах с 11 по 14 июня. Это связано с тем, что теплотрассы проходят под проезжей частью. Соответствующее указание дал первый заместитель главы города Владимир Василенко на совещание в Департаменте городского хозяйства и экологии. Таким образом, ориентировочно в период июньских праздничных выходных будет перекрыто движение на улице Мяге, Мариса Тереза, на Авроре, а также на проспекте Кирова в районе Безымянской ТЭЦ. Также первый вице-мэр рассказал о выходе служб по ремонту на три новых объекта по перекладке труб. В советскую армию добавилось два объекта, внизу который по НФС, который во дворе с тыльной стороны, но он тоже называется вроде советской армии, но он с тыльной стороны, вот где магазин турист. Вот этот объект добавился и объект добавился, который на сегодняшний день в районе Печорской и Артемовской, которая тоже заходит во двор. На сегодняшний день работы ведутся уже на десяти объектах. Напомню, что в этом году в Самаре запланировали перекладку труб на 52 участках. От магазина формата у дома до крупных торговых центров. Во всех районах Самары продолжается ежедневный мониторинг объектов потребительского рынка. Как соблюдают антиковидные меры в торговых точках Кировского района города, расскажет Ольга Хомракулова. Маски, перчатки, социальная разметка и наличие обеззараживающих средств. В Самаре продолжается мониторинг объектов потребительского рынка на предмет соблюдения санитарно-эпидемических норм и других требований безопасности, установленных Роспотребнадзором на период пандемии коронавируса. В Кировском районе Самары проверки идут ежедневно. Проводят их районные власти, представители Министерства имущественных отношений и полиция. По постановлению губернатора Самарской области номер 79 Министерства имущественных отношений и должностные лица, уполномоченные составлять административные протоколы в части нарушения масочного режима. Мы совместно с администрацией Кировского района проводим данные мероприятия. Во время этой проверки в Кировском районе выявили два нарушения. Оба связаны с отсутствием разметки для обеспечения социальной дистанции между посетителями. Устранение не потребовало много времени и финансовых затрат. У вас отсутствует разметка социального дистанцирования в зале. Она должна быть не только перед кассами, но и во всем торговом зале. Персонал строго в масках средств индивидуальной защиты. Также в соответствии с постановлением губернатора вы обязаны не допускать в здании посетителей без средств индивидуальной защиты. Я считаю, что это как бы необходимо и нам придумано. Это в цели безопасности. Маски, перчатки, антисептик, разметка, стекла. Покупатели без масок не обслуживаем. Если нет маски, то маски у нас есть. Касаются такие проверки не только предпринимателей, но и посетителей. Сегодня, например, в одном из магазинов федеральной торговой сети сотрудники профильного министерства составили протокол на покупателя без маски. С октября 2020 года в Кировском районе составлено 42 протокола в отношении физических лиц, составлено в отношении юридических лиц. 56 протоколов направлено в Кировский районный суд на рассмотрение. На текущий момент на рассмотрение находится 30 протоколов. За это время Кировский районный суд назначил гражданам 20 предупреждений и 5 штрафов на сумму 5000 рублей. В адрес юридических жилиц вынесены 4 предупреждения и 1 штраф на сумму 100 тысяч рублей. Ольга Хомбракулова, Григорий Плешаков. События. Чтобы сформировать коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции, в городе продолжается добровольная вакцинация. Для тех, кто по состоянию здоровья не может приехать в поликлинику самостоятельно, работают мобильные бригады. Как оформить заявку на будущий иммунитет от COVID-19 и привиться дома, расскажет Ольга Павлова. Правая ручка, вот сюда вот, да, померяем вам. Привиться от коронавируса теперь можно не только в поликлиниках и специальных ФАПах. В Айне Масловой 75 и добраться до прививочного пункта самостоятельно она не может. Особенно с учетом стабильно жаркой погоды, которая установилась в городе и регионе. Конечно, прививку нужно сделать, обезопасить себя и родственников. Обратилась в госуслуги и вот, пожалуйста, быстренько приехали. Очень удобно. На территории Самары области продолжают работу мобильные бригады. Они созданы для того, чтобы нетранспортабельные, маломобильные и граждане преклонного возраста смогли вакцинироваться, не выезжая в районные больницы и поликлиники. В состав такой бригады входит врач, он проводит необходимый осмотр перед вакцинацией и медсестра, которая делает прививку. Препараты доставляются до пациентов с соблюдением всех условий хранения и перевозки. Вакцина проводится в специальных морозильных камерах ЛАРе, в которых сохраняется определенная специальная температура для таких вакцин. Записаться на прививку можно позвонив в районную поликлинику через госуслуги или по номеру 122. Мобильную бригаду на дом можно вызвать в любое удобное время. Врачи работают без выходных 7 дней в неделю. Ольга Павлова, События. Доверяете ли вы полиции и какими качествами должен обладать настоящий защитник правопорядка? С такими вопросами к прохожим Самары обратились волонтеры, проводившие социологический опрос. Мониторинг общественного мнения граждан по качеству работы городской полиции проходит каждый год. Ответы жителей в этот раз выслушала Гульфия Сафина. Мы изучаем общественное мнение граждан города об их отношении к сотрудникам полиции. Вы чувствуете себя защищенный от постигательств на вашу жизнь? Четыре простых вопроса и право на искренний ответ. Тема сегодняшнего анкетирования – работа сотрудников полиции. Во всех районах Самары проводится социологический опрос, цель которого – узнать отношение людей к блюстителям правопорядка. Городские общественники ведут гражданский мониторинг. Одноименная акция имеет всероссийский размах, но сегодня в фокусе сугубо городские отделы полиции. В течение трех дней будем проводить опрос общественного мнения, как относятся наши граждане к работе полиции, есть ли у них какие-то вопросы, чувствуют ли они себя защищенными, считают ли работу полиции эффективной. В целом народ радует, что они знают своих участковых. Выборка исследования – порядка трехсот опрошенных, только реальные мнения реальных людей. Благодаря подобным опросам, которые проходят каждый год, иногда удается обнаружить и предотвратить нарушения. Например, год назад закрыли нелегальный алкомаркет в Куйбышевском районе и восстановили справедливость во дворе, где жители жаловались на автомобилистов, оставлявших машины там, где нельзя. Все заявки фиксируются. Когда обращаешься, они реагируют очень хорошо. Вот у нас, например, вот хотелось бы, чтобы убрали еще машины с тротуаров. В числе опрошенных Роман – студент Самарского университета. Учится на юридическом, поэтому с удовольствием принял участие в опросе. Как вы оцениваете работу в целом в вашем районе? Я считаю, что нужно узнавать мнение людей. Эти вопросы, они довольно-таки проблемные в современное время, и было бы интересно их узнавать непосредственно у граждан и непосредственно решать эти проблемы. Итоги исследования будут опубликованы на сайте структуры. На их основе составят рейтинг эффективности работы районных отделов полиции. Изучение общественного мнения сегодня становится одним из основных критериев оценки деятельности органов внутренних дел. Вот эта обратная связь, она обязательно должна присутствовать, иначе мы не знаем, какие шаги дальше совершать, какую политику вести. И, соответственно, сам сотрудник непосредственно полиции, он более четко понимает, что от него хотят граждане. Как показал опрос, жители Самары хотят видеть полицейского таким же, как герой стихов Михалкова, дядя Степа. Не коррумпированным. Раз. Добросовестным. Два. Добрым. Три. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События. Купаться в водоемах Самары пока запрещено. Из-за жаркой погоды городские пляжи уже переполнены желающими искупаться. Однако Волга и другие реки еще не прогрелись. Поэтому отдых может обернуться трагедией. Только за последние несколько недель в водоемах региона утонули 8 человек, двое детей. Сотрудники ГИМС проводят профилактические рейды на пляжах. В один из них отправилась мэрия Елчан. Пляжный сезон в Самаре еще не стартовал. Но из-за жаркой погоды жители города открыли его еще две недели назад. За это время произошло уже 8 несчастных случаев со смертельным исходом. Один буквально на днях. Трагедия случилась в Кенеле. Мальчик 11 лет находился в водоеме, который не предназначен для купания. В таких местах нет спасателей. Если что-то пойдет не так, рассчитывать на помощь практически бесполезно. Инспекторы ГИМС просят быть осторожным на воде и не плавать в непроверенных местах. Несмотря на то, что воздух прогрет уже более 35 градусов, и устоялась постоянная жаркая погода на территории Самарской области, вода не превышает еще даже 14 градусов. Перепады более 20 градусов очень опасны для жизни и здоровья населения, граждан. В связи с этим даже у подготовленных людей, которые при таком перепаде заходят в воду, возможны судороги и даже до остановки сердца. Регулярные инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды, в ходе которых проводят разъяснительные беседы и раздают памятки на тему безопасности на воде. Прежде всего рекомендуется не совмещать отдых у водоемов с принятием алкогольных напитков. Нетрезвое состояние, переоценка своих сил и возможностей может привести к трагическим последствиям. Также особое внимание уделяется вопросам безопасного отдыха детей. Я смотрю, он маленький-маленький, он заскакивает вот так в воду и ничего, они смотрят спокойно на них. Ну нормально, наверное, считают. Кто так считает, кто наоборот старается не допускать. У меня, допустим, вот дочь, она мою внучку, ей уж 12-й год, она бы никогда в такую воду не пустила, она боится, трясет, как бы чего. А эти вот, такие вот, сейчас молодежь, она раскованная. Конечно, нужно всегда смотреть и видеть своих детей, вот, и смотреть, видеть, чем они занимаются, вот, потому что, помимо того, что они могут в воду убежать, они могут еще малышей особенно что-то в рот схватить, вот, то есть это тоже важно для безопасности. Открыть пляжи официально планируют в середине июня. К этому времени водолазы уже исследуют дно. Будет проведена санитарная проверка воды, на берега завезут новый песок и выставят спасательные посты. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. Настало время возрождать духовно-нравственные ценности, в том числе институт семьи. За последние годы увеличилось количество разводов. Чтобы прервать эту неприятную статистику, за одним столом собрались представители разных общественных организаций и обсудили возможные пути решения. К чему пришли эксперты, как в современном обществе сохранить островок тепла и понимания о свою семью, расскажет Мария Левина. 80% современных семей, по данным социсследований, распадаются в первые пять лет брака. Такая тенденция заставляет включаться в проблему общественные организации – образовательные, волонтерские и православные. О развитии духовно-нравственных ценностей в обществе представители НКО поговорили за тематическим круглым столом. Обычными человеческими силами в современных условиях практически невозможно переломить эту антихристианскую, антисемейную тенденцию, которая наблюдается. Когда человек получает духовные силы, он получает возможность терпеть, получает возможность любить, получает возможность угождать Богу и сохранить эту семью вопреки всем невзгодам. Психологи же придерживаются более приземленных взглядов. Сейчас существуют различные типы семьи. К примеру, демократические и матриархальные. Все они нетипичны для российского общества. В этом и видят главный камень преткновения специалисты. И выход здесь один – возрождение традиционной семьи с ее ценностями. Причем это не история о супруге-тиране и безвольной жене. Это о том, что мужчины и женщины разные, но вместе с тем равные. У каждого своя роль. Если мужчину создать первично, по образу подобию Божьему, и он ориентирован все-таки больше вовне, то есть ориентирован на защиту, помощь, на обеспечение семьи, женщины созданы вторично. И это неплохо, нехорошо. Это просто наша реальность. Это разные антологии творения полов. Женщина создана вторично, и она призвана стать помощницей Адама, равносущной Адамы. И вот это глубинное единение разных полов, единую целостность, позволяет снять вот эту тихотомию, снять конфликт между половами. Мнение церковных служащих и психологов сошлись в единой точке. Работу по развитию нравственных, в том числе семейных, ценностей стоит начинать с юного возраста. И поддерживать благие намерения человека на протяжении всей жизни. Самарский союз журналистов уже четверть века ежегодно проводит акцию благородства, которая рассказывает о неравнодушных жителях губернии. К счастью, в нашей губернии таких людей гораздо больше. А журналисты рассказывают о этих людях, ставят их пример. Но это же замечательно, когда среди даже лауреатов нашей акции есть совсем молодые люди, самому молодому лауреату 4 года. Этот ребенок спас из пожара своих братьев и сестер. 4 года. Трудно переоценить и вклад СМИ в развитии ценностей. В частности, телеканал «Самара ГИС» никогда не пренебрегает добрыми новостями. В эфире транслируются социально ориентированные проекты, такие как «Просто о вере», «Хочу домой», «Разговор по душам». Новый проект в поддержку пострадавших от домашнего насилия появился и в наших социальных сетях. Мария Левина, Константин Головин. События. До начала лета остается буквально несколько дней. Уже 1 июня детские летние лагеря откроют свои двери для отдыхающих. Но перед открытием традиционно проводят проверки. Насколько летние лагеря готовы к предстоящему сезону, выяснил Михаил Ермоленко. Чтобы летние дни ничто не омрачило, готовность городских и загородных лагерей «Самары» к приему детей проверяет межведомственная комиссия. В нее входят сотрудники администрации, Роспотребнадзора, депутаты, а также работники силовых структур. Особое внимание обращают на техническую оснащенность лагерей. В каждом летнем центре отдыха должна быть система видеонаблюдения, громкоговорителя, кнопка тревожной сигнализации, наружное освещение, а также пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт пожарной охраны. Комиссия работает в пределах трех часов в одном лагере. Смотрим пищеблоки, туалеты, все жилые помещения, проверяем охрану труда, все необходимые документации проверяем, готовности. В основном работа заменяется документами. Очень много у нас работают коллеги, чтобы все было готово в срок. Проверяют и соблюдение санитарных мер, связанных с ограничением распространения коронавируса. Лагеря должны быть заполнены на 75%. В комнатах должна соблюдаться социальная дистанция, а сотрудники летних центров отдыха каждую неделю будут сдавать бесплатные тесты на коронавирус. Также продуманы и меры гигиены. В каждом здании находятся санитайзеры, средства защиты, кровать также все расставлены, и в столовых эти места все соблюдается. В каждом лагере у нас есть и медсестра, и врач-педиатр, который проводит ежедневный осмотр детей. С сегодняшнего дня межведомственная комиссия по организации летнего отдыха начинает работать по приемке лагерей. До конца недели, до 27 мая, мы закончим это мероприятие. Надеемся, что все пройдет хорошо, и 1 июня мы откроем свои двери для всех детей, которые будут отдыхать у нас в этом году. В этом сезоне в Самаре будут работать 9 оздоровительных и спортивных лагерей, которые примут более 20 тысяч детей. Всего в летний период планируют организовать более 40 смен. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров, События. На этой неделе в школах Самарской области прозвучали последние звонки для выпускников. Во взрослую жизнь в этом году вступают 13,5 тысяч школьников. В прошлом году из-за пандемии праздники отменили, где-то они прошли в режиме видеоконференции. В этот раз последние звонки состоялись в привычном формате, но с соблюдением санитарных норм и на открытом воздухе. Как провожали 11-ти классников во взрослую жизнь, расскажет Ольга Хамракулова. Принимай, Самара, наших выпускников. Сегодня для 11-ти классников прозвенел последний звонок. Уверенный шаг во взрослую жизнь в этом году сделали более 13,5 тысяч юных дарований со всей области. В этот день выпускников поздравляют не только родители и учителя. С завершением учебного года ребят поздравил губернатор Дмитрий Азаров, первые лица области и города. Я желаю вам, чтобы у вас все получилось, в первую очередь на предстоящих ЕГЭП. Учитывая непростую эпид-обстановку, торжественная линейка прошла только для выпускных классов. Но праздник состоялся. В Самарском спортивном лицее, например, он был в космическом стиле. Конечно, вы сейчас на своих космических кораблях взлетите ввысь, покинете стены родной школы, но я желаю вам всегда оставаться на той орбите, рядом с этой школой, рядом со школьными друзьями. Потому и кульминацию праздника «Последний звонок» объявляли, как старт в большое космическое путешествие во взрослую жизнь. Я хочу вам пожелать, чтобы те знания, умения, которые вы приобрели за 11 лет, были той площадкой стартовой, когда ваша ракета в вашей жизни устремиться вперед-высь к вашей цели. Несмотря на окончание учебы, времени на отдых у выпускников нет. Впереди ЕГЭ, основной этап которого пройдет с 31 мая по 25 июня. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. В структуре Самарского футбольного клуба «Крылья Советов» произошли изменения. Совет директоров возглавил депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов. Он занял место Сергея Ракелова. А генеральным директором клуба вместо Евгения Колокутского стал Вадим Андреев, управляющий стадионом «Казань-Арена». Кроме того, свои посты покинули заместитель генерального директора по спортивной работе и развитию молодежного футбола Дмитрий Галямин, а также руководитель селекционного отдела Армен Маргарян. Напомню, клуб в этом году получил повышение в статусе, перешел из футбольной национальной лиги в российскую премьер-лигу. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова